Ну вот мы сегодня празднуем два праздника. Престольный праздник наш и двунадесятый праздник, связанный с Успением Престой Богородицы. Я не буду много говорить о Софии Премудрости Божьей. Хочу только сказать, что это второе лицо Престой Троицы, Сын Божий, которым Господь, Отец, сотворил все, что на небе, что на земле, небо и землю, и человека, и всех животных, и все то, что мы видим. И знаем об этом мире. Премудрость же созда себе дом и утверди семь столков. Вот на семи таинствах в Церкви основана и живет Церковь. Вы знаете, какие это таинства. Это крещение, это миропомазание, покаяние, евхаристия, причечение святых жестовых тайн, венчание, соборование или освящение. И таинство посвящение человека в один из иерархических цанков. Вот то, что мы знаем о Премудрости Божьей. Я почему не хочу дальше говорить об этом, потому что это такая сложная тема, и можно уйти в какие-то заблуждения, в которые впадали философы, поэты Серебряного века. Ну и вот праздник Успения Пресвятой Богородицы. Которая за несколько дней, за три дня, знала, была оповещена о своем успении. И она в эти три дня молилась Господу, чтобы Господь ее избавил бы от лютого часа. Вот эта честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим Дева молится о том, чтобы Господь избавил бы ее от лютого часа. От какого часа? От мытарства. Когда на пути человеческом, когда душа оставляет тело, она встречает воздушное мытарство, бесы, которые обличают человека в тех грехах, неисповеданных этим человеком. И часто, из-за того, что мы скрываем грехи, мы можем оказаться виновниками того, что получим осуждение не на Царстве Божьем. И вот Пресвятая Богородица пришло это время. Пресвятая Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим Дева молится о том, чтобы Господь, Сын ее, избавил бы от лютого часа. И вот сравнить нашу жизнь с Пресвятой Богородицей. Конечно, думаю, что эта жизнь наша не сравнится. И как легкомысленно мы относимся к будущей нашей жизни, к будущему суду, суду и осуждению. Вместо того, чтобы готовиться к этому. Ведь смысл христианской жизни состоит в том, чтобы подготовить себя к экзамену на будущую жизнь. И вот пришел этот час. И так я мыслю Пресвятая Богородица. Обычно люди, которые умирают, они умирают чаще всего в мучениях, в болезнях. А Пресвятая Богородица закрыла, смежевала свои веки безболезненно. И душа ее оказалась на руках у Господа нашего Иисуса Христа. Вот посмотрите на икону Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы. И с тех пор она является ходатайцей и заступницей рода христианской. И с тех пор мы можем с вами обращаться к ней и просить ее заступления. И просить о многом том, в чем мы нуждаемся. Вот я вспоминаю из книжки одной. Молодой человек произносил один раз, кажется, молитву «Взбранные воеводы победители». На протяжении долгого времени осуетился и подумал, ну что, эта молитва, брошу-ка я и не буду молиться этой молитвой. И предстал ему, святолепный старец. Я сказал, ну что же ты сделал? Ведь за то, что ты всего-навсего один раз молился ко Пресвятой Богородице, ты был спасен тогда-то от смерти, исцелен тогда-то от болезни. Тогда-то, тогда-то у тебя когда ничего не получалось, получилось. И так далее. Поэтому старайся не забывать этой молитвы. Вот что делает только краткое упоминание Пресвятой Богородице, наше краткое упоминание в день. Поэтому обращайтесь с Христой Богородице, она заступница усердная и Матерь народа человеческого, Духовная Матерь. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.